Добрый день. Давайте проверим связь. Как меня слышно, как видно. Дайте, пожалуйста, знать, если меня слышно и видно хорошо. Видимо, хорошо. Ну что ж, давайте начинать. Меня зовут Александра Сладковская. В эфире еженедельная методическая летучка. И мы сегодня говорим об очень интересной штуке. Многие из нас изучали не только английский язык в своей жизни, но и другие языки наверняка. И в жизни каждого изучающего иностранный язык приходит этап, когда мы вроде бы как бы все можем делать с помощью языка, но, к сожалению, мы чувствуем, что мы никуда не двигаемся. И, собственно говоря, это явление называется intermediate plateau или, собственно говоря, плата среднего уровня, наверное. Как-то так это должно звучать по-русски. И как раз об этом мы сегодня и поговорим. Ну, во-первых, почему оно возникает и как с этим бороться? Возникает оно потому, что все изучающие язык начинают довольно быстро, идет быстрый старт. Мы в короткое время изучаем довольно много всего. Мы сразу чувствуем свой прогресс. Например, если вы работаете с учениками низких уровней, то каждый раз, выходя с вашего урока, ученики узнают очень много нового. Например, они не знали каких-то слов, например, по теме еда, а вышли с вашего урока и теперь знают. Они не знали, как сказать, спросить о времени, сказать время, а теперь знают. То есть прогресс виден невооруженным глазом и очень быстро это все продвигается. Но где-то доходя до уровня B1, прогресс замедляется и выравнивается. То есть вы доходите до уровня, когда вы можете с помощью языка решать то, зачем вы, собственно, язык начали изучать. Если мы говорим о наших студентах взрослых, то они, например, могут побывать на конференции, поговорить на конференции, они могут обойтись в путешествиях, они могут коммуницировать на работе, писать какие-то простые тексты, имейлы и выполнять все те вещи, за которыми они к нам на уроки приходили. И они понимают, что это они делают уже хорошо. То есть у них уже помимо всего прочего развился fluency в этих моментах. И в какой-то момент они понимают, что они используют одни и те же фразы, одни и те же грамматические конструкции. Им все становится легко. И им кажется, что они не продвигаются дальше. Вот в этот момент важно понять одну вещь. Бывает так, что, первое, студентам кажется, что они не продвигаются дальше, и им именно кажется. В этом случае нам просто нужно научиться правильно показывать им прогресс. Но если же дело все в этом плата, значит, нам нужно что-то менять и что-то с этим делать. Если вы посмотрите различные советы в сети о том, как его преодолеть, этот, ну, скажем так, еще один барьер, когда мы не чувствуем прогресса и топчемся на одном месте, то здесь есть одни и те же советы, которые я сведу к нескольким таким, резюмирую все то, что можно найти в сети. Первое. Очень важно поменять стратегию. Потому что если мы занимаемся все время вплоть до уровня upper intermediate по учебникам, по учебникам общего английского, то, соответственно, в какой-то момент мы перестаем чувствовать свой прогресс, потому что мы уже привыкли к структуре урока, мы привыкли к тому, что у нас есть какие-то определенные моменты, которые мы на уроке выполняем, к домашним заданиям и так далее. И, соответственно, если мы хотим снова почувствовать прогресс, нам нужно попробовать что-то, что будет отличаться от учебников. Поэтому первое и самое важное – это не привязываться к какому-то определенному учебнику, а если привязываться, то использовать его в качестве, ну, скажем так, направления движения, да, то есть какого-то, ну, syllabus и не более. Поэтому самое важное – это помочь студентам что-то делать такое, что не привязано к учебнику. В данном случае учебники можно адаптировать, можно информацию, которую из них берут, можно просто делать к ней какие-то другие задания, можно разворачивать дальше. Поэтому в современных учебниках книги для учителя вы наверняка видели очень много optional activities. Это как раз те activities, которые выводят за рамки курса и которые помогут вашим ученикам, ну, там, поисследовать что-то в словаре, поисследовать что-то в интернете, выйти за пределы учебника и попробовать что-то новое. Второе, ну, напрямую связано с первым – break the routine. К примеру, если вы обучаетесь, опять же, по классическим современным учебникам, попробуйте что-то другое. Например, попробуйте какое-то этакое activity ввести на урок, которое раньше вы со студентами не пробовали. Попробуйте пообсуждать новости, попробуйте поприносить на урок какие-то интересные... Ну, вот в данном случае я приношу часто мемы, и мы рассматриваем живой английский язык на примере мемов. Или можно принести что-то еще, там, вырезку из статьи. Какие-то необычные явления в языке, которые по уровню вроде бы ученикам подходят, но они зачастую этого никогда не видели. Вот. И попробовать такие вещи с ними. Что-то, что выведет их из зоны комфорта. Как только мы выходим из зоны комфорта, мы опять начинаем чувствовать свой прогресс. Точнее, мы сначала начинаем чувствовать то, что нам чего-то не хватает, а затем, когда мы начинаем восполнять эти пробелы, мы чувствуем свой прогресс заново. Есть такая штука, как stress lessons. Здесь мы можем попробовать необычные уроки из разряда. Студентам нужно, там, в прямом эфире позвонить куда-то и поговорить на английском или еще что-то. Если мы работаем в оффлайне, то это прям, ну, как бы, какие-то настоящие вещи, которые можно делать, ну, в реальной жизни. Там, создать комментарий к какому-то посту и прямо вместе с преподавателями его опубликовать, попереписываться с кем-то и так далее. То, чего студенты не ожидают. И это самое главное. Следующее, что можно использовать и что хорошо работает, это использовать ваших студентов в качестве источника контента. Что это значит? Например, если... Ну, все ваши студенты, я имею в виду взрослых студентов, изучают язык для того, чтобы использовать его в реальной жизни для каких-то конкретных ситуаций. Например, у меня сейчас есть студенты, ну, очень многие из них ветеринары. Соответственно, у них у всех есть какой-то... Какие-то общие интересы, связанные с медициной в рамках ветеринарии. Поэтому что с ними можно делать, так это просить их иногда приносить на урок свои какие-то статьи, которые им интересны, и материалы, и затем работать с этими материалами на уроке. Например, просить их что-то прочитать заранее, принести это на урок, рассказать вам, о чем речь, и еще и объяснить вам, о чем идет речь в этой статье и так далее, настолько они могут. И затем поработать с фрагментами статьи с языковой точки зрения. То есть обратить их внимание на какие-то паттерны, на какие-то слова, на то, как слова связываются вместе, и помочь им с тем, что им, например, было непонятно, когда они эту статью читали сами. В этом случае еще очень хороший совет, который многие пробовали, и я в том числе, когда изучала другие языки, не английский, это попробовать, имея уровень Intermediate Plus, как раз когда начинается вот это ощущение отсутствия прогресса, студенты вполне могут проходить онлайн-курсы на языке, который они изучают, то есть в данном случае на английском. Например, на Coursera, FutureLearn, AdEx и другие сайты, на которых есть курсы. То есть попросить их выбрать курс, который им будет интересен, не тот, который обучает английскому языку, а тот, который обучает чему-то, что им интересно. И тут же моментально у них появится куча новой лексики, связанной с этими конкретными вещами и так далее. Например, я когда-то проходила курс по психологии на испанском языке, и как раз это помогло мне продвинуться дальше, потому что когда вы проходите какой-то курс на определенную тему, там будет та лексика специальная, которая составляет вот эти 2-5%, которые, ну, как бы специальные лексики. То есть 95% информации, ну, то есть зная 95% разговора – это часто употребимые слова. Для них достаточно 3000 изученных слов. И вот те 5% от 2 до 5% – это какая-то специальная лексика, например, из academic vocabulary lists и по специальностям. Соответственно, они могут копнуть в ту сферу, которая им интересна. У меня были ученики, которые брали курс по фотографии, по истории искусства, еще по каким-то предметам. Они не связаны с английским языком, но через этот курс им интересно его проходить. Он бесплатный, никому не нужен сертификат. Здесь важно другое, важно его пройти. Они сразу следуют предыдущим пунктам. Они break the routine, они отходят от учебника, они поглощают аутентичный язык – это наш следующий пункт, и они становятся креаторами контента для урока, потому что когда они приходят на урок с вами, они захотят вам что-то пересказать, что-то на что-то посмотреть, о чем-то спросить, и это, опять же, разобьет рутину и привнесет что-то новое в урок. Следующий пункт – это more exposure to authentic language, как можно больше другого. Если вы не перешагнете через себя и не начнете смотреть в оригинале или читать в оригинале, значит, ну, вы просто перестанете ощущать прогресс, и вы застрянете. На это уходит время, но, тем не менее, нужно здесь найти то, что вам нравится. Не всем заходят фильмы, не всем заходят подкасты. Я от подкастов сплю последнее время, не могу их слушать. Не всем заходят, например, даже сериалы. Все зависит от человека. Пускай люди ищут то, что им интересно, вы можете просто предлагать разные вещи. Молодежи сейчас заходит YouTube и стриминг, и другие вещи. Сериалы, конечно, тоже, но в меньшей степени, как ни странно. Я за собой заметила, что я в последнее время много YouTube и Twitch смотрю. Мне это интереснее просто потому, что там более живая речь. А на сериал не всегда есть настроение, например. Вот, поэтому как бы нужно искать то, что можно смотреть, предлагать студентам, студенты будут выбирать. Как раз начиная с уровня Intermediate и выше, можно пробовать читать литературу в оригинале с чего-то простого и дальше. Кстати, очень хороший входной текст без адаптации для студентов на своих проверяла. Это небольшое, даже не повесть, что ли, рассказ. Ну, как бы a little bit longer short story. Нил Гейман, Коралайн. Мы в прошлом году с тремя моими студентами Intermediate читали эту историю в оригинале с заданиями. Я составляла для них задания. И вот это как раз помогло им начать читать в оригинале. Даже с проблемами, но тем не менее. И последнее, что очень важно, на момент уровня, когда вы доходите до того, чтобы изучать уровень Upper Intermediate, больше внимания нужно, не нужно уделять vocabulary и меньше внимания grammar. В этом случае хорошая идея будет попробовать сменить подход совершенно. И вот здесь есть одна штука, которая работает. Если вы не можете прям полностью с ноля сами писать уроки, то что вам поможет? Это, например, если вы со студентом закончили Upper Intermediate учебник обычный, например, New English File, то вы можете взять со студентом Upper Intermediate учебника Outcomes, который создан по лексическому подходу, и это будет вообще другое, вообще не про грамматику. И вот это как раз то, что нужно студентам на этом уровне. Копать глубже, копать на уровне фразы, на уровне разных лексических элементов и отходить от грамматики, идти к chunks и вот всем тем штукам, о которых нам рассказывают гуру лексического подхода. Поэтому, когда вы учитесь сами язык, то же самое. То есть больше уделять внимание этим мелким деталям и отходить от грамматических правил и так далее. И, собственно, подводя итог, можем еще раз сказать, если вы столкнулись с такой проблемой у ваших учеников или сами столкнулись с такой проблемой, то нужно поменять совершенно направление работы, отходить от учебников, пользоваться более аутентичными материалами, больше внимания уделять фразам, изучению этих фраз и так далее, комбинациям chunks и попробовать что-то изучать на языке, который мы изучаем, не для того, чтобы улучшить свой язык, а для того, чтобы что-то другое выучить с помощью этого языка. Это добавит немного больше челленджа в уроке и, соответственно, опять же, толкнет в направлении того, что вы начнете чувствовать свой прогресс. Однако здесь есть большое «но». Я оставлю это... Я говорю об этом в конце, чтобы вы об этом просто пошли и подумали. Когда мы работаем с учениками, часто случается, что именно вот это плато, и есть то самое, ради чего студенты занимались, чтобы им было комфортно на том уровне, который у них есть, и очень многим студентам дальше не нужно. Поэтому прежде чем что-либо делать, подумайте, поговорите со студентом, вместе подумайте, нужно ли дальше или нет. Новые челленджи – это всегда здорово. Возможно, нужно дальше, но не по General English, а в подготовке к экзаменам. Или нужно дальше, но в Business English. Нужно дальше, но в English for academic purposes. Опять же, это смена фокуса. Поэтому здесь все очень индивидуально, и еще раз проговорю, что не для всех все эти штуки сработают. Исследуйте, как еще можно overcome intermediate plateau, и ищите то, что сработает для вас и для ваших студентов. Ну, а у меня на сегодня все. Мы с вами увидимся ровно через неделю. И если у вас еще какие-то вопросы останутся, то завтра, то завтра, как всегда, я в своем блоге буду постить рикеп того, о чем мы сегодня говорили, и на этой неделе посвящу несколько постов как раз intermediate plateau и тому, как можно это все преодолеть. Если вопросы остались в записи под этим стримом, обязательно их задавайте, и, возможно, мы к этим темам еще вернемся. Ну, что ж, до встречи, всем хорошего вечера, до свидания.